Здесь необходимо сказать о двух вещах. До тех пор, пока мы не начнем финансировать нормально собственное сельское хозяйство и собственного товаропроизводителя, и до тех пор, пока до 45% всего, что у нас на столах, думаю, что это печенье, нарекаться импортное, хотя не знаю, может быть и наше, но почему-то нарекаться, что очень может быть импортное. Вот пироги, мука, например, может оказаться не нашей, еще что-то. Вот это очень опасно, и в первую очередь нужно думать именно об этом. С точки зрения запасов, наша структура госрезерва, к счастью, никем не разрушена, хотя пополновения были очень... Вот первое, что хотели приоритизировать, это как раз всю систему госрезерва. Это было, конечно, полное безумие. Она функционирует, и я должен сказать, что функционирует очень достойно и очень хорошо. Возникают проблемы с размещением запасов, ведь запасы часто хранятся, допустим, по той номенклатуре прямо на том производстве, где это произведено, на заводе или фабрике. Там собственник частный, у него огромный склад под его же продукцию, которая должна лежать всегда. Конечно, он хочет, во-первых, чтобы эту площадь не использовалась по-другому, во-вторых, хочет эту продукцию продать, где-то стырить. Но сейчас там очень сложные вопросы стоят, но они все решаются. Это же касается запаса продовольствия. Запаса продовольствия достаточно, но здесь всегда нужно помнить об одном. Если вдруг кому-то не понравится поведение России и начнут валить санкции, мы тут же столкнемся с перебоями, потому что, еще раз говорю, 45% – это средняя цифра по стране, в городах-мегаполисах до 70%. Всего, что мы с вами покупаем, это все импорт, это не отечественный товаропроизводитель. А возможность у нас есть. Вы знаете, что и самые большие пассивные площади в мире, и самые большие запасы пресной воды, экологически чистые продукты можем производить в таких масштабах, которые не снились ни одной, ни европейской, ни юго-азиатской стране. И здесь только вопрос о политической воле и о понимании значимости производства вот этого сырья и первичного продукта для продуктов питания. Ну, кстати, на другую тему, но просто не могу не сказать. Ведь у нас огромная беда с тем, что мы ликвидировали ГОСТы, у нас сейчас технические регламенты приняты на единичные буквально продукты. Из продуктов питания, если мне не изменяет память, это только молоко и масло-жировая продукция. Все. И то, что мы едим, это уже катастрофа. И я думаю, что медики знают лучше меня, какой процесс и отравление, сколько хронических заболеваний появляется. Да, вот это очень большая проблема. И вот здесь нужно наводить порядок с техническими регламентами, с ГОСТами. Если в конце концов, потому что даже иногда выгоднее с точки зрения национальной безопасности вернуть катастрофа на ГОСТ и требовать от производителей, чтобы хотя бы в рамках ГОСТа. Да, сейчас там другие уже, возможно, другие товары. Но когда совсем ничего, конечно, мы видим огромные тонны, там, миллионы тонн продукции, которые не соответствуют качеству, это тоже опасная тенденция.